Всем привет! Вы на канале Лилины Борщата. А мы сегодня хотим книжечку интересненькую почитать, полистать. Будете вместе с нами читать интересную книжечку? Мусик, будешь? Давайте. Да, я хочу интересную книжку читать. Какую будем читать? Правила поведения для малышей. Нам же нужно знать, как себя правильно вести, чтобы не вляпаться в какую-нибудь историю. И чтобы что-нибудь страшного с нами не случилось. Чтобы мы были живы и здоровы и хорошо себя вели. Правила поведения для воспитанных детей. Ребята, вы знаете, как себя нужно вести? Давайте полистаем книжечку вместе. Усаживайте своих басиков рядом с экранами и будем изучать. Смотрите, какие есть темы интересные. Не играй дома в шумные игры. Например, там мечом не барабань, не кричи так слишком громко. Не включай музыку слишком громко. Не открывай дверь чужим людям. Не перевешивайся за перила балкона. Будь осторожен с открытой форточкой. Если получишь ожог, окажи себе помощь сам. Я даже, если честно, не знаю, как учат детей и оказывать самим себе помощь. Но нужно узнать об этом на всякий случай. Хорошо веди себя в школьной столовой. Надевай подходящую для школы одежду. Но для тех, кто ходит в школу. Не балуйся на остановке в ожидании транспорта. Сначала выпусти пассажиров из транспорта. Потом заходи сам. А то, как у нас бывает перед... Все хотят скорее зайти и не дают людям выйти, которые хотят выйти уже из транспорта. Уважай других пассажиров. Если тебя обижают, привлеки внимание взрослых. Одевайся по погоде. Ну, давайте будем уже читать. Правила поведения дома. Что там дома у нас? Порядочек нужно наводить, да? Не включай музыку слишком громко. Не лишуй на обоях. Ну, это все знают, что не надо лишовать на обоях. Не ешь гляжные фрукты и овощи. Нужно, друзья, за здоровьем следить. И потому полагается мыть фрукты и овощи перед едой чисто и тщательно теплой водой. Классное стихотворение. Гляжные не надо кушать. Чтоб не тревожить врачей-докторов, Смоешь микробы и будешь здоров. Мытое яблоко ярче блестит, Да и живот от него не болит. Мне нравится. Классная книжка. Ребята, вам нравится? Что вы такие задумчивые сидите? Да, нравится, нравится. Сиди за столом спокойно. Не ешь бесконтрольно витамины. А то, конечно, можно взять и делу банку съесть вкусненькие. Потом же можно заболеть. Не открывай дверь чужим людям. Если в дверь звонит звонок, Посмотри, сперва в глазок, Кто пришел к тебе, узнай. Но чужим не открывай. Если нет глазка, Тогда кто там сплашивай всегда. Они станут отвечать, Дверь не вздумай открывать. Если в дверь начнут ломиться, То звонишь в колей, Милицию. Вот какое стихотворение классное. А у кого-то в полицию. У нас в милицию, Потому что мы живем в Беларуси. А в Беларуси говорят милиция. А где-то в других, что я знаю, Полиция. Ну, это как у кого. В общем, куда звонить, понятно, Если в дверь начнут ломиться. Ну, или ладителям надо звонить. Не включай и не выключай Электроприболи моклими руками. Конечно, током же может шандалахнуть. Моклими руками. Нельзя, надо сначала полотенчиком вытелить. А то будет беда. Вообще может так страшно быть. Поэтому моклими руками не берите. Может только дать так, Что, слава Богу, Вы восстанешься. А то и всякое бывает. Не сходись в лифт с незнакомыми людьми. Да, если лифт приезжает, И кто-то туда хочет зайти, Какой-то мужчина, Незнакомый. Вы туда не заходите. А то может мало ли что случится, И напугать. И вообще нельзя с незнакомыми В лифт заходить. В одиночку. Если в кем-то случилась беда, Окажи посильную помощь. Да, может кто-то там побился. Подбодли его. А что-нибудь скажи ему хорошее. Чтоб не расстраивался. Как ты может так побиться, Что-то с ним может случиться. Помни, в лифу, на земле, на воде, Люди людей не бляшают в беде. Если вдруг что-то с кем-то случилось, Не пугайся, не убегай. Зови на помощь. Если кто-то где-то тонет, Если что-то с кем-то происходит Из твоих друзей или других детей, Зови на помощь. Не обижай слабых. Коши кудлявые есть у овечки. Они завиваются словно колечки. Только овечка кудлявкам не ляда. Мама, облежать косички мне надо. Дергают их за бияки мальчишки. Грустно, обидно и больно мне слишком. Вот так проблема. Мальчишки, учтите, Девочек в классе своем берегите. За косы не дергайте, не обижайте. С ними дружите и их защищайте. Вот так вот. Нельзя девочек обижать и дергать их за косички. Им же больно. А то они потом приходят к маме и говорят, Мама, облежь косички, не хочу. И все. И обидно. Девочек нужно билеть и уважать. Относиться к ним уважительно. Вот какие мы умные с такой книжкой. Такую книжку почитаешь и станешь такой культурной, культурной. Такой воспитанный, воспитанный. Будешь все правила поведения знать. Как тебе везти дома, в школе, в транспорте, на улице. И везде, везде, везде. Вот мы сейчас басиками начитаемся и будем воспитанные басики. Всегда записывай домашние ожидания в дневнике. Не задничай в классе, не болтай на уроках, не ешь на уроке, не бегай на пелеменах, не читай на уроке посторонних книжек, соберяй пальцель светеля, умей рассчитывать время на сборе в школу, не подсказывай. Старайся побольше узнать, уважай учителя, старайся хорошо учиться, не балуйся на остановке в ожидании транспорта. Это уже был транспорт. Сначала выпусти пассажиров, мы уже об этом говорили, читали. Классная книжка, надо как-то еще получше ее почитать и изучить. Ребята, вам понравилось? Идите в школе в библиотеку, берите какую-нибудь такую интересную книжку и читайте своим басиком. И себе же одно. Да, классная книжка. Мне тоже очень понравилась. И мне кажется, она будет полезна каждому ребенку и каждому басику. Читайте с удовольствием. А у нас еще будет много интересных видео для вас. Пока-пока. До встречи в следующем видео. Продолжение следует...